Притча называется «Дверь» из серии «Школьные истории». Вот один учитель стал стареньким, очень-очень мудреньким. Были у него ученики за много лет, которые уже сами стали мудрецами. Вот однажды он собрал всех своих учеников, молодых, стареньких, и собрал их возле двери. Говорит, вот это такая тяжелая дверь в моем доме. И ее заклинило. Помогите мне, пожалуйста, открыть ее. Дверь была металлическая, тяжелая, украшенная резьбой. Тоже все было из металла, выглядело очень-очень массивно и была очень большой. Большая часть учеников только посмотрели на эту дверь и сказали своему учителю, прости, дорогой. Это нереально, она очень большая, металлическая, да еще с украшениями металлическими. Даже пробовать не будем. Развернулись, распланились и ушли. Малая часть взяла тетрадочки, стала измерять дверь. Вверх, вниз, глубину, высоту. Стали делать какие-то математические подсчеты, рисовать какие-то механизмы, которые могли бы открыть эту дверь. Долго они это считали, рисовали там интегралы, косинусы, синусы. В этаком сдались и сказали, прости, учитель, нет, наверное, нет. И ушли. Остался один ученик, который смотрел на дверь, очень внимательно, очень-очень внимательно посмотрел на дверь, подошел к ней, легко ее коснулся, просто дотронулся. Просто, просто открыл ее и все. Она так легко поддалась ему, даже не скрипела. Она была так хорошо устроена, так идеально сидела на петлях, что даже не было никакого перекуса в этой двери. Она открылась перед ним. Так, мысль это перед Чикакова. Вот некоторые видят цель. И даже сдаются, даже вообще не осмыслив ничего. Даже я не подумала. Они только увидели цель и подумали, о-о-о, это очень сложно для меня. И разворачиваются и уходят. Некоторые приводят попытки. Какие попытки? Просто что-то посчитать, прикинуть, не прибавляя в этом неверы в себя, неверы в то, что это возможно. Нужно просто пока пошились, пока пошились в бумагах, развернулись и ушли. И только один человек, который верит в себя и действует. Вот когда ты видишь какую-то цель, это важно, это действие. Это преодолеть внутри какой-то страх перед сложностями. И просто-просто подойти к этой цели и сдвинуть ее с места. Будьте смелыми, действуйте в своей жизни, и вы всего добьетесь.